Мы продолжаем эксперимент с маршрутными такси. Уже знаем, как и за какое время можно уехать из столичного микрорайона Кировский. В этот раз ждали единичку. Многие пассажиры называют этот маршрут невидимкой. Мы решили узнать, почему. Об этой маршрутке ходят легенды. Говорят, когда-то она ходила по улицам Террасполя чаще. Единичка, пожалуй, самая загадочная маршрутка города. Какой ее интервал движения, неизвестно. Немногие успели ее дождаться, но мы, ребята, терпеливые, поэтому сейчас выясним, сколько же придется поморозиться, чтобы уехать на заветном транспорте. На часах ровно 8. Засекаем время и ждем. Кстати, новое поколение даже не подозревает о существовании маршрутки под таким номером, просто потому, что никогда с ней не встречалась. Маршрутку-единичку такую знаете вообще? Да нет, не видел. Нет. Никогда не видели? Нет. И не ездили, значит? Нет. Есть и счастливчики, которые не только видели, но даже ездили на единичке на вокзал. Видели ее? Да. Часто? Очень редко. А ездили на ней когда-то? Да, на вокзал. А видели вообще на улицах города? Конечно. Часто? Да, каждое утро. Видели единицу? Да. Во сколько она примерно ходит? Не знаю, в это время. Ну, 8 может. Маршрут проложен от улицы Нахимова до железнодорожного вокзала. Кстати, в этом направлении идет только единица. Стоять пришлось долго. Невидимка вышла из сумрака и подъехала к остановке через 36 минут. За это время мы успели замерзнуть, намокнуть и понять, что проще было бы вызвать такси. Ждать вторую машину, чтобы выяснить интервал, не стали. Позвонили перевозчику. Оказалось, второго микроавтобуса мы бы и не дождались. На рейсе он всего один. В 2007-м, к примеру, ездило 11 машин. Когда мы пытались закрыть, как-то там сильно много людей говорили. А когда запустили одну машину, оказалось, что даже одной машины там работы не так что много. Все люди, которые пользуются Агена, уже знают телефон водителя, связываются и конкретно знают, когда он будет, где он будет. Как таковых правил по установлению интервала движения маршрута к такси нет, их не существует. Значит, каждый маршрут, он разрабатывался с учетом того размера пассажиропотока. Круг от Нахимова до вокзала и обратно водитель делает примерно за 40 минут, плюс еще 10 на отдых. Вот и выходит интервал почти в час. Выходной у водителя в воскресенье, так что в этот день единицу можно и не ждать.